Всем привет, ребята! Сегодня я решил заснять мое знакомство с неизвестной для меня компанией Грег Беннетт. Ну и, возможно, и ваше знакомство с ней. И начать я хотел бы с анбоксинга, что для меня, в принципе, редкость в обзоре. Почему? Как я уже сказал, Грег Беннетт неизвестная для меня компания, и поэтому я ожидал какой-то темной лошадки. Но началось все с самого родного. Итак, упаковка. Передо мной упаковка дредноута из массива с рекордной ценой. Мы об этом чуть позже поговорим. Грег Беннетт компании. И что я здесь вижу? Вот эти шрифты, вот эту вот циферку. И она мне до боли знакома, потому что у меня здесь есть упаковка от Fender CD60S. Та-дан! Та-дан! Тот же самый формы, того же самого размера, как нам указывают. И если мы распакуем данный инструмент... Я понял, почему они снимают в боксинге. Это, конечно, не телефон. То мы встретим тот же самый пакет, термопакет. Кстати, не выкидывайте их. Они могут пригодиться, если хранить инструмент, чтобы они влажность сохраняют. Полезная штука, в общем-то. Тот же самый пакетик, в котором написано «Самик», но тот же самый, что у Fender. И тот же самый ключик в той же самой упаковке. Что ж, перейдем к самому инструменту. Дело в том, что данную гитару я заказал для моего знакомого. Мы с ним очень долго играли вместе. Он барабанщик и решил научиться играть на гитаре. Он сказал, нужно что-то недорогое, но чтобы прям душу грело. И я натолкнулся на эту модель. А прикол в том, что данная гитара — это полноценный дредноут. Он из массива. И его цена — 11 785 рублей. Да, это, как обычно, массив ели. Действительно массив. На срезе видно, что это толстый, довольно толстый кусок массива. Что сзади у него, как обычно, вполне себе приемлемый кусок махогани. Что у нас палисандр не восстановленный. Ну, пускай недорогой индийский, но палисандр. И что она очень клево выглядит. И все это за 11 875. Давайте изучим ее, как обычно, сверху донизу. Что ж, начинается у нас все с головы. И она, блин, очень долго смотрится. И логотип, и вот эти вот тонкие надписи. Причем они очень хорошо завлачены. То есть они на палис не чувствуются. Это очень прикольный дизайн. Единственное, что я бы хотел отметить, то, что вот этот вот изгиб, он немного делает неудобным поворот колков первой и шестой струны. Ну, это придирки. Тем не менее. Дальше. Колки. И здесь мы видим тот же самый Fender CD 60S натурального цвета, потому что у Олма Хогани лепестки больше. То есть, опять же, знакомые нам детали. Дальше. Что можно сказать? Здесь сразу идут струны. Додарю Эксп. Повторюсь, мы о бюджетном диапазоне из массива. Здесь у нас гриф. Профиль грифа. Абсолютно обычный. C-шка. В общем-то, тоже недалеко ушел. У нас есть окантовки. У нас есть небольшие, но заполированные лады. Это приятно. Инкрустация точками. Есть окантовки по корпусу. Как нужно. Кремового цвета. Правда, чуть желтее, чем хотелось бы. Красивый рисунок древесины. Потому что, скажем, бюджетные гитары из массива не все могут похвастаться подбором рисунка. Бывает и шрамирование, что-то еще. Здесь реально красивый рисунок дерева. Опять же, бридж. Он толстый. Он стандартный. Он замечательно приклеен. Он из-за, в общем-то, опять же, дерева, а не чего-то там восстановленного. Черные пины клево смотрятся. Что я бы хотел отметить. Мало того, что розетка отделана первого утром, так еще и гриф подрезан. То есть, он не прямой. Один из моих знакомых, он все время говорил, ну что это за шквар, когда ты берешь инструмент, и у него гриф не подрезали под розетку такой прямой. Лично я к этому никогда не цеплялся. Но здесь, здесь видно, что ребята заморочились, хотели сделать приятное. Маленькая такая капля дизайнерская. Сзади у нас бабушкин шифонер, но, тем не менее, вполне себе приятного оттенка такого темного. И есть крепежи. То есть, есть все. Есть все, что можно найти в гитаре за 25-30 тысяч рублей по техническим характеристикам. Как в отделке, так и в изготовлении. Нет никаких претензий ко всему. Нет никакого выгиба. Гриф идеально прямой. То есть, струнал лежит буквально на нем. При этом, нет никакого звона ни в каких позициях. При этом, высота струн где-то 1,7. То есть, как я обычно оцениваю гитару, по 7 характеристикам. Первое, это у нас дизайн. Сюда входит цвет. И здесь замечательный дизайн для своей цены. Я бы поставил 5. Второе, это качество комплектующих. Что здесь, ну, для своей цены опять же крутое. Но, конечно же, можно поставить на 4,3. Потому что все-таки это пластик с эмуляцией, так сказать, кости, как модно говорить. То есть, неоткровенный пластик дизайнерский сделан. Далее у меня идет эргономика и играбельность. И вот эта гитара, она достаточно компактная. В плане глубины для дредноута. То есть, не слишком большая. И у нее замечательное качество играбельности. Это первое, что бросается, в общем-то, на глаза. Потому что корт, который я до этого обозревал, как раз-таки я занизил оценку за играбельность. Потому что высота была большая. Когда ты опускаешь, начинался звон. Звон некрасивый. Здесь звона вообще нету. И струны ниже. И у корта все-таки регулировка анкером, она слабенькая. То есть, ты входишь в предел, а там еще очень много по высоте. Здесь регулировка анкером, как по маслу. И регулирует он его прям во все степени. Мама, не горюй. То есть, здесь по играбельности он превосходит корта. Ну, мы не будем раскрывать всю мою шкалу. Секрет. Хотя в будущем можем приписать бальную систему. Туда я вношу много чего. Но однозначно, за внешний вид этой гитаре, даже несмотря на цену, и за играбельность, это прям отлично. Но хватит хвалить, давайте перейдем к недостаткам. Что касается звука. Его здесь нет. То есть, он, конечно, есть, но я не почувствовал никакого массива. То есть, знаете, есть всегда комментаторы, знатоки, которые пишут, что массив это сразу мега круто. Да, и что надо обязательно брать сразу гитару полностью из массива. Да, такие же находятся. И что можно купить довольно доступные полноценные гитары из массива, российского производства, и они будут великолепно звучать. Лично я скажу, что, безусловно, ну, ламинированные гитары, это начальный класс. У них свои стихи, свои преимущества, свое назначение. Гитара из массива это покруче. Но говорить прямо стопудово, что гитара полностью из массива, она круче, чем гитара с топом из массива, а все остальное обычно ламинированное, или же, что точно стопудово любая гитара из массива будет громче и мощнее, чем гитара из фанеры, как это говорится, я бы не стал. И здесь прямое тому доказательство. Тембр гитары, он довольно-таки приятный, но у него нет низов. Хотя это дредноут. При этом у него подчеркнутые верха, середина. Как будто я играю на фольк или концерте с вырезом. То есть это, возможно, будет плюсом для фингерстайла. Но в целом это не то, чего ожидаешь от дредноута, когда его берешь. То есть звук за свою цену неплох. Но я бы хотел его сравнить с Yamaha F310, которая, в принципе, королева ламинированного, так сказать, дерева, если можно так сказать. И показать вам, что они, в принципе, находятся на одном классе по звуку. Однако данный инструмент все-таки внешне, конечно же, смотрится богаче. Давайте послушаем эту врезочку, а потом в конце еще немного комментариев и итога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и в заключение. Как я уже сказал, данный инструмент я заказал для своего друга. И, естественно, плохой инструмент я ему отдавать не буду. Но эту гитару я могу отдать с честью и достоинством и, в принципе, как подарок не только себе, но и кому-то близким можно смело советовать. Потому что она действительно оставляет впечатление чего-то намного более дорогого. Когда ты смотришь на нее, то есть ты можешь поверить, что она может стоить 18 тысяч рублей или даже 22 вполне себе. А если прилепить сверху известный логотип, то и все 35 можно продавать. При этом, когда ты берешь ее в руки, она мега играбельная. Вот данный экземпляр, по крайней мере. Намного более удобная, легкая в зажатии, чем мои инструменты. Отлично строят. Хотя у меня 11-е струны стоят, а здесь 12-е с завода. Поэтому вот касательно играбельности для обучения и порадовать глаз, это прямо бомба. Данный инструмент вы, конечно, можете заказать в магазине Мусторг по ссылочке в описании, как это и сделал я. И теперь мое внимание, естественно, будет более пристальным в компании Грег Беннетт. Хотелось бы еще с ней познакомиться, поизучать более старшие модели, что же они нам предложат. Если буквально за 10 тысяч рублей мы получаем все вот это. Надеюсь, не зря я вам ее показал. Было вам интересно это знакомство. Расширили свою библиотеку брендов в голове, как и я. Ну и всем до новых видео. Поставь лайк за то, что я старался для вас. Вот, показал. И подписывайся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok